Финальный этап фестиваля «Марафон творческих программ» по пропаганде безопасного поведения детей на дороге собрал лучший команду ИИД в возрасте 12-14 лет. Удачи ребятам пожелал заместитель начальника ГИБДД по Дмитровскому району Артём Кондратьев. После на сцену пригласили первую команду. Согласно заранее проведенной жеребьевке, ею стала команда из городского округа Дубна. В состав команды вошли ученики средней школы номер 7, 7 и 8 классов. Юные инспекторы движения на сцене держались уверенно. Чувствовалась хорошая подготовка. Мы готовились, конечно, усердно. У нас с уроков там снимали тоже. И каждый день репетировали, репетировали, учили. Волновались очень, конечно. Что хотели самое главное донести? Какие вы замечательные и красивые? Или что вы так много всего знаете? Что мы так много всего знаем. Достойные знания демонстрировала каждая команда. В этом плане членам жюри было очень тяжело выбрать из всех лишь одного победителя. Однако перед началом марафона были озвучены определенные критерии, по которым и оценивались команды. Так как фестиваль называется марафон творческих программ, то, конечно, больше внимания уделяется творчеству. А уже правила дорожного движения должны перемежаться вместе с творчеством. С песнями, стихами, танцами. В лучших традициях агитбригад было выполнено выступление команды из Клинского района. Ученики гимназии номер 15 четко, слаженно и доступно донесли дежури и всех остальных присутствующих в зале, как нужно вести себя на дороге. Нет, мы хотели творчески все, чтобы это было доступно, потому что мы как бы строили свою программу, учитываясь на традиции агитбригады. Какая она была в 20-30-е годы, построение, агитация и так далее. Чтобы это было доступно и доходчиво. Кратко, но доступно. Организаторы данного марафона, а это Министерство образования Московской области и областное управление ГИБДД, одной из главных задач ставили именно пропаганду безопасного поведения детей на дороге. Творческий подход к познанию правил дорожного движения дает самые лучшие результаты. Дети лучше запоминают информацию и умело применяют ее в жизни. Что же касается победителя этого финального этапа марафона творческих программ, то он отправится 23 октября в Люберецкий район на областной слет команд «ЮИ». По решению жюри лучшей оказалась команда городского округа «Долгопрудный». Дмитровский район занял почетное третье место.